МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Девчонкам хорошо, они и в России готовят, как дома. А вот парням пришлось учиться кулинарным премудростям уже здесь. Вдыхая аппетитные ароматы, что витают на кухне, ребята с тоской вспоминают родной дом. Там все намного вкуснее. Конечно, скучаю. Потому что мама это очень вкусно сделает. Я, ну, немного. Словно по литру держит в руках кулинарный художник Ришикеш. Он колдует над традиционным индийским блюдом – чоли. Это нут, лук и огромное количество приправ. Приглашаем или как гости, тоже мы приглашаем вот это чоли. Всегда. К чоли прилагается чапати – лепешка. Готовят ее прямо на открытом огне. Вкусно, но с непривычки во рту пожар. Горячую любовь к специям питают и в Нигерии. Сейчас мы с вами на кухне у Чиомы и ее подруг. Все они приехали из одной страны, но говорят на разных языках. В Нигерии их более 500. Так что чаще общаются на английском. Изучаю медицину, а это очень трудно, живу в Вику, потому что я скучаю моих родителей и брат, сестра. Почувствовать себя в России как дома помогает кулинария. Сейчас Чиома готовит суп из бамии – любимое блюдо ее семьи. Моя мама помогает. Каждый день она готовит, я посмотрю на нее и изучаю. Найти бамию в русских магазинах нетрудно, но на русской кухне это редкий гость. Бамию. Щедрые куски мяса, огромное количество острого перца. От него и в глазах щиплет, и в горле першит. Но девчонки уже привыкли. А вот еще один важный ингредиент. Это бамия нужно, это масло. В России нет продукта. Я принесу это масло в Нигерию, Африку. В компании с супом из бамии – манная каша. Она заменяет ложку, ведь это блюдо принято есть руками. Кулинарное путешествие совершили Ангелина Рязанцева, Андрей Зарубин, Максим Леонов, Телеканал СЕИМ.